Вот то самое собрание, о котором я тебе говорил. Тут все совсем кукухой поехали. Надо срочно что-то предпринять. Да, знакомая ситуация. Долго же мы этот недуг лечили, пока не поняли, в чем загвоздка. Решение оказалось невероятно простым. Видишь ли, эти культы были созданы женщинами, что не были дарованы вниманием мужчин. Они начали менять стандарты красоты под себя, полагая, что это каким-то чудом изменит сознание мужчин. Но по факту это лишь меняло красоту на уродство. Все слепо верили, что выступают за благое дело, хоть по факту лишь поддерживали идеи психически нездоровых людей. Были, конечно, женщины, которые действительно боролись за свои права. Они получили желаемое, однако, увидев их успех, эти животные из культа промывали им мозги. Так что делать то? Решение было в самом вопросе. Женщины хотят внимания и быть любимыми. Одинокая женщина обвиняет в этом весь мир. Мы же лишь доказали обратное. Нашли пару, каждый из них. Тут могла бы быть хорошая реклама сайта знакомств. Ты этим ебанутым хочешь мужа найти? Серьезно, кто вообще макнется туда? Придется немного потратить маны. Как там меня учил тот шкет? Призыв гарема сладких мальчиков. Боже, вот это Аполлонище. Можешь делать со мной все, что пожелаешь? Нет. Как раз плюнуть. Эти призраки ж не вечные, разве я не прав? Этого хватит до того момента, пока не придут их мужья и не вставят мозги на место. Им кто-то изрядно промыл голову. Ничего поправимо. Вы сейчас в натуре кинули толпу чужих жен на призрачные стволы? Да ладно. С духом не считается. Ну тогда может это. Но это самое. Да понял я. Понял. Спасибо, дедуля. Не зря я переметнулся. На здоровье. Только у тебя час максимум. Да мне и пяти минут хватит. Что ты сделала с моим внуком, Долоранская Хвойда? Откуда у меня вообще внук? И почему он похож на Пит... Старый, будь на чиле. За Флекси с Милфами где-нибудь и релаксуй. Сам еди нахуй, чма малолетняя. Чему ты его учишь? Чей он вообще? Тебя это не должно волновать, Пердум. Я взрослая и самодостаточная. Я сама могу решать, как мне жить и что мне делать. Ясно? Ну и нахрена ты тогда приперлась? Дай денег. Нам жить ни на что. Так ты ж дохрена самостоятельная. Иди работай, обеспечивай своего бастарда. Но ты ж мой папочка. Не бросишь же ты свою любимую дочурку в беде. Гребаные двойные стандарты. Ладно, Бравл походу перестарался. Надо срочно разыскать его. Так значит, вот водка, маслинки, консервы. Жрите как можно больше. Кто выжрет больше, получит приз. А какой приз? Бутылка водки. Я в деле. Надо же. Тут совсем просто было. А мужикам много и не надо. Пара рублей. В кармане бутылка водки, буханка, хлеба и теплая жена рядом. Ты так красиво все описал, что мне самому захотелось выпить. Ну так мы почти закончили. Чем не повод? Как боженька смолвил.